Михаил, вы представьтесь, пожалуйста, так, чтобы люди поняли, да, с кем они сейчас будут общаться, и мы потом быстренько всё-таки расскажем кое-что. Так, пожалуйста. Если вкратце, журналист, литератор, продюсер, музыкант, вообще всё, что касается творчества, очень близко мне. Это говорит о том, что душа творческого человека. Так, ну, сегодня такая тема у нас, посвященная букве ЙО. Могу сказать одно, что буква ЙО была привычка, вот еще когда в самом раннем возрасте научился писать и читать, смотрел картинки в букваре, буква ЙО там была обозначена. Было нарисован ёжик, ёлка и так далее. И поэтому когда спал спарши, и меня даже учительница вызывала в глазки, я обязательно спалю, выставляла, так, очень тщательно почки мелом. А мама говорила, профи, зачем ты это делаешь? Мама, быстрее, быстрее. А я не был милом, почему? И потом, когда спал спарши, спал читать многие газеты, тоже на письме, буквы ЙО в очень многих местах не замечал. То есть, ЙО не было в тех местах, где она, по идее, должна была быть. И потом уже со временем, спустя многие годы, начал забаваться вопросом, а почему в букве ЙО покоят машины. Фактически оказалась потерянная буква для русского языка на долгие годы с очень незавидной участью. И судьба меня свела замечательным человеком, ныне покоим, главным биоффектатором, каменным борцом за букво ЙО, Виктор Трофимович Чумаков. Ну и как бы, потому что, может, фамилия у меня Трофимов, в общем, как-то мы очень быстро и познакомились, и встретились, и нашли общий язык. И как бы друг к другу практически моментально предложили инициативу, какую-то, чтобы об этом сделать, рассказать, написать. И, в общем, у меня вышла большая спатья в журнале правительства Москвы. Ну, это уже бабло, лет 10 было назад. Это какой год? Журнал назывался. А? Год какой? Не слышу. Год. Год, это лет 10 назад было. Я просто возьму архив и посмотрю, потому что у меня почему-то в компьютере не нашлось этого текста, материал, история о потерянной букве. А главный ребят, понимаешь, человек очень прогрессивный был, тоже, к сожалению, непокойный, и он слово потерянное заменил на утразенное, потому что он всегда любил говорить правду в глаза, рубить правду в матку и, в общем, не смягчать углы. И, в общем, так получился большой материал. В общем, шпо является таким лейтмотивом этого. Шпо такое вообще буква Ё? Чем она хороша, чем она интересна? Во-первых, это единственная в русском языке буква, которая всегда априори попадает в проговорение. То есть там, где буква Ё, всегда именно на ней Ё, в проговорение падает. Ну, а в споре наша отечественная так сложилась, что фактически эта бедная мегаспорбальная буква сама оказалась поглубарна. Так что, в общем-то, незавидная у него судьба была, хотя история очень интересная. И в других языках, что во французском, что в испанском, что в немецком. Ну, фактически во всех языках существуют диагетические буквы, то есть буквы с элементами, графическими элементами сверху. У нас в русском языке всего две буквы, Ё и краткая. И, в принципе, и краткая кожа могла постичь незавидную лучшую. Все почему? Потому что в первые годы советские власти, ну, решили экономить на литерах, на производственном процессе, не выбалывать эти почки, и решили сократить. И, в общем, так пошло-поехало, и чем эта экономия обернулась? В общем-то, ничем хорошим можно сказать, потому что у поздратилевших, даже географических, город Орел или рита, сел, которые протяжали тут, не были в средней полосе. Или мневники. Этих букв не было. Я говорю, мневники в Москве, которые стали мневниками. Мневники, да, да. Савеловский вокзал. Ну, в общем-то, несколько продвинутые люди, руководители эти вещи, ну, как бы, приняли. И пошли навстречу ее офицерам, и, в общем, по всему, как раньше говорили, про реализированному человечеству. Потому что буквы должны быть из маки. Так вот, я немножко скромко говорю, потому что Бармо уже не выступал публично. Собственно, возвращаясь к тому, почему я забывался этим вопросом. Во всех языках Европы существуют эти знаки теоретические. В Испании это называется кильда, в слове Испания, например. Если помните, знаете испанское написание слова Испания, над буквы N находится кильда, пока волна маленькая. Она как бы смягчает. И если бы кто-нибудь осмелился в испанском языке, пути бы убрать, то поднялся бы такой шумурам, потому что для испанцев это попозже национальный символ, ну, шпока-либа, например, или поэлья. Вот, по бывшему языке, ну, бесцеремонно привыкли относиться, особенно большевики, советские власти, как к народу, так и ко всему оспальному. И когда Виктор Петрофимович Чумаков взялся активно за борьбу за букву Y, к сожалению, нашлись и очень многие недоброжелатели, которые сказали, нечего этим заниматься, и так все хорошо, и зачем нужно эту букву облагораживать, прибывать ей изначально исторические черепы, типа русский язык, и насколько великий и могучий, что сам построит какие-то свои законы, комоны и сделать свои выводы. И самой такой оппонирующей организацией оказался Винститут русского языка имени Вимаградова. Хотя, в общем-то, Вимаградов действительно большой ученый, филолог, перенагридист, но некоторое начальство, которое было в Киргобе, оно активно противостояло Виктору Петрофимовичу, и, в общем-то, его высмеивали. Наверное, там было какое-то научное робби, и, если бы они выступали за возвращение в урон русской силовесности буквы ее, то тогда могло бы прилететь много кандидатских и гостерских диссертаций и вообще много теплых мест. По крайней мере, Виктор Петрофимович так объяснял это. Ну, хуже, бедно, все-таки он успел много сделать. И, в общем-то, многие издания, в том числе газеты «Аргументы и факты», где в свое время, когда там был золотой состав, то есть до конца 99-го года, где я работал, по крайней мере Владислав Андреевич Спарков, тоже активно пульсивировал буквы ее, использовал во всех северских всегда. А некоторые газеты, обычно многотиражки, всякие газеты муниципальные, управские, они, на это не обращают внимания, потому что им выдают деньги, как жгутся вода. То есть всех все устраивает. Ну, что еще? Можно сказать, что... Что? А сейчас я говорю о том, что сейчас еще и, конечно, интернет очень способствует уничтожению этой буквы. А когда мы спешим, когда нам хочется это побыстрее все сделать, и искать в клавиатуре эту букву, конечно, никому не хочется. К сожалению. Получается история такая. Ну, я могу добавить, если уж мы говорим о современных технологиях, сейчас есть компьютерные программы, которые по умолчанию вставляют букву «Лё» на письме, там, где она должна быть. Ну, это прекрасно. Да. Только вот... Что произойдет? Вот. Поэтому мне кажется, что нужно все-таки действительно как-то говорить про это, да, чтобы... Потому что я, например, сама только совершенно недавно узнала, как мне на планшете можно эту букву прописывать. Я очень сильно все переживала, да, почему ее нет. Вот. И совершенно случайно обнаружила, что, оказывается, это можно делать. И теперь я все упорно эту букву рисую все-таки в текстах. Если что-то пишу. Ну, я тоже. Если вдруг, не бой бог, ее забываю, или машинально, может, бывает такое, просто пишу где, то я обязательно возвращаюсь назад и ставлю все точки над ее. Ну, вот. Ну, главное, что мы с вами и сегодня ее все-таки поставили, потому что, мне кажется, вот эта пословица, да, вот поговорка, она тоже существует не случайно. И, к сожалению, мы ее стали забывать, но действительно поставить все точки над ее, это, по-моему, очень важно в жизни, не только вот при написании буквы, а вообще действительно это очень важный момент. Вот. Михаил, ну что, огромное вам спасибо, что вот сегодня вы все-таки вышли и рассказали, и сказали действительно, я думаю, что это очень интересные какие-то моменты. Вау, мы сделали это. Да. Нет, самое главное, вот я еще хочу сказать лишний раз, что вроде бы живем в век, когда информация имеет множество каналов, да, распространений, и можно ее получать, но я вот так часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, а мы просто вообще этого даже и не знали. Вот. И поэтому, конечно, нужно использовать вот эти возможности, в том числе и Facebook, и прямые эфиры, когда можно людям, ну пускай нас услышат хотя бы там 5 человек, 10 человек, 15, но что-то они узнают, о чем-то они задумываются, начнут, потому что, конечно, вот это все, ну скажем, то, что вот вы помните, вы знаете, вы с чем-то сталкивались, это, конечно, момент такой, я бы сказала, уникальный, да, эксклюзивный. Ольга, если не возражаете, если есть еще пара минуток, я вам могу засчитать интересный флагмент из публицистической из-за пяти Виктора Трофимовича, раз уж мы сегодня о нем говорили. Сможем, да? конечно. Обухвей, любое проявление с обязательной постановкой модней диактолитического измака глухпочек, являющихся неопъемлемой ее частью, облегчает и ускоряет чтение, а речь, звучащую, делает безупречной. Если бы такие слова, как отведенный, нанесенный, приведенный, осужденный, упрощенный, маневры, маневренный, новорожденный, свекла, планер, в судьбе печатались без ошибки, то есть с коронованными точками увенчанной буквы «Ё», не смогли бы наладиться вот эти ниже приведенные уродства, отведенные, нанесенные, приведенные, осужденные, ну и вообще, по-моему, из пенецпециальной системы. Упрощенный, маневры, маневрами, моворожденный, свекла, планер. Однако появляются споры на решение деятеля, которые моровят записать в графу профессиональный жаргон, этакий, простите, первый, первый, так, осужденный, маневренный, планер, моворожденный. Так, шесть секунд. Ой, вы у нас исчезли с экрана. Ага. Нет, это временно, потому что я держу в руке телефон, а это не очень удобно. ну да, ясно. Поэтому я так этот вопрос решу в следующем разу. Вопросы возникают и при написании, и при изношении слов. Гримадер, афера, бытие, Александр Алёхин, чемпион мира по шахматам. Персонаж из Анны Каляниной, русский помещик, Константин Лёвин, не пупить Левин, Левин это совсем из другой оперы. Киева Петчерская лавра. К великому сожалению, нередко мы слышим и видим грубейшие ошибки, как по. Гримадер, афера, бытие, Алёхин, Левин, и даже Петчерская, что, конечно, недопустимо. Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Олегович Щеголев, верно, и Ощер Голёв грубая ошибка, потому что существует фамилия Щеголёв. Заметим не без гордости, радости, благобарности, но с повящим гражданам России, родителям русского великого, родного и святого языка, пока что выступает в Институт русского языка имени Виноградова. Он в течение 20 лет предпринимал и ещё продолжает предпринимать попытки остановить и пресечь дело княгинии Башковой, Карамзима, Пушкина и многих других крифеев русской культуры по внедрению буквы «Ё» в её русскую письменность. Её официровалась почти вся Россия. Огромную просвещенческую роль сыграли в этом деле журналы народное образование, вестник российской академии наук, родина, литературные газеты, газеты аргументы и факты, правды, версия, а также общество любителей российской совестности основанное Московским университетом в 1811 году. Ну и, конечно, народное движение йоффи-каторов в России. Ну вот на этом эпид-цепапе я позволю себе закончить. Замечательно! Давайте тоже поддержим движение йоффи-каторов Ладно, спасибо большое, Михаил. Я надеюсь, что вы теперь уже освоили процесс выхода в эфир. Теперь он нам будет даваться уже легко и просто. И найдем еще как-то случай, значит, вот пообщаться. Ну и да. Ну все, спасибо, всего доброго. До следующих встреч. Редактор субтитров всем.